Вот так работает сверточный слой в сверточных нейронных сетях. Еще раз напомню, мы для каждого выхода берем фильтр, то есть ядро свертки, сворачиваем, перемножаем в каждом положении это ядро свертки с картинкой, прибавляем смещение и записываем в табличку. Дальше, чтобы следующую табличку получить, берем следующий фильтр, опять же проходимся по всему изображению, прибавляем смещение, получаем вторую табличку и так далее. У сверточного слоя должно быть n входов, столько, сколько каналов вот здесь, и n выходов, столько, сколько каналов мы хотим получить на выходе.